Приветствую вас и поскольку вы свой вопрос задаете довольно общий, то и ответ соответственно тоже будет довольно общий, потому что информации о себе вы предоставили очень и очень мало. Для начала нужно сказать, что парень должен быть достоин по вашему мнению того, чтобы вы его возвращали. И что куда более важно, это то, что его достоинство, его достоинность, его ценность для вас не должна определяться тем, чего хотите именно вы. Его ценность должна определяться не тем, чего хотите вы, например, для себя, через него, допустим. А его ценность должна определяться именно им самим, его определенными личностными качествами, его чертами, его взглядами, его позицией и так далее. Вот это является тем, что определяет возможность для него и для вас, его вернуть, скажем так. Этот момент куда более важен, чем все остальные на самом деле. Далее, следующий, важный момент. Как вернуть человека? Спрашиваете вы. Что сделать, чтобы его вернуть? Здесь нужно сказать следующее, что для начала вам следует занять такую позицию по отношению к нему, чтобы ему было комфортно. Чтобы он не чувствовал давление с вашей стороны так, как он, скорее всего, его чувствует. Хотя бы потому, что он от вас ушел, значит ему что-то не нравится. То есть момент здесь именно такой, что вы стараетесь определить для себя, что вашему молодому человеку не нравится вас и вашим поведением. Что его не устраивает, что его не удовлетворяет, что его, может быть, напрягает. Вот это все нужно обязательно вам понять. Это все вам обязательно нужно определить, чтобы исключить это из своего поведения по отношению к нему. Далее, необходимо, чтобы у вас было как можно больше общего с ним. Чтобы этого общего у вас было как можно больше с ним. Тогда вы получите реальную возможность, например, сблизиться с ним не только как с парнем, но и как с личностью, как с человеком. Чтобы вам было о чем поговорить, например, помимо отношений. Надеюсь, вы это тоже повторяетесь понять, ибо это важно достаточно. Далее, если мы говорим о том, значит, как вернуть его, то нужно понимать, что сейчас, именно сейчас, на данный момент, Парень находится, как бы, в зоне своего комфорта. Его абсолютно все устраивает, ему абсолютно все нравится, и он, скорее всего, не собирается, блядясь с будущим, а что-либо менять. По крайней мере, по отношению к вам. А это, в свою очередь, означает, что вы можете вывести его из зоны комфорта, из его зоны комфорта, только тем, что заставить его потерять то, что у него сейчас есть. Ну, например, он думает, что он от вас ушел, и вы будете его... Например, он думает, что вы будете пытаться его вернуть, вы будете пытаться его завоевать, и прочее, прочее, прочее. Если вы проявите свое поведение с той стороны, с какой он не ожидает, и не будете его завоевывать, а напротив, скажете ему что-то вроде того, что, ну вот, ты ушел, это твой выбор, это твое право, я решила тебя, значит, не удерживать, решила просто позволить тебе быть с собой, да, то есть, если тебе не нравится, ну, что поделать, я хотел бы остаться друзьями, и вот вы, как бы, друзьями, значит, с ним и остаетесь. И это нормальное поведение. При этом вам нужно показать мужчине, что вы совершенно спокойно можете общаться с другими мужчинами, мужчине нужно показать, что вы совершенно спокойно можете обходиться без него, чтобы он не думал, что вы от него зависите, потому что людям не нравится, когда в них испытывают большую нужду, чем это для них комфортно, потому что это порождает повышенное чувство ответственности именно у них, у людей, то есть. И, наконец, последнее, это то, о чем вам уже сказал мой коллега, и связано это как раз таки с тем, что он, он же от нас, молодой человек, почему-то ушел, что-то ведь заставило его уйти от вас. Ну вот, давайте попробуем подумать, что же все-таки заставило его от вас уйти, какие проблемы, моменты, события. Мы толкнули его на мысль о том, что вас нужно бросить. Это тоже очень важный момент, потому что от него зависит то, как будет складываться будущее ваших отношений. Ну и, соответственно, если вы его когда обидели, то перед ним стоит извиниться не сейчас, а немного позже, когда молодой человек немножечко по спине, справки в гагусы, вот, тогда можно будет измениться перед ним. Далее. Вы же написали о том, что ваш молодой человек ничего не хочет. Понимаете, то, что вы говорите, что он ничего не хочет, вот именно ничего, это несколько стран, потому что трактовать подобное можно по-разному. Например, молодой человек ничего не хочет вообще в жизни, и тогда у него явные проблемы, тогда ему нужен в обязательном порядке психолог, в котором бы он эти моменты проработал. Либо, если он этого не хочет, то, как бы, он волен остаться в этом состоянии, а вы должны идти дальше. Ну, просто потому, что если человек не хочет ничего вообще в жизни, то вы же понимаете, что на это повлиять мало шансов достаточно. И в этом случае все, что вы можете, это принять его позицию и сказать ему, ну хорошо, ладно, вот ты решил так, ну ладно, раз ты так решил, значит будет так тогда, что я могу поделать. И вы со своей стороны будете правы в этом, потому что, еще раз повторю, вы не обязаны. Вы не обязаны с ним, вот, как бы, все время, да, все время там, что-то пытаться для него сделать. Вы этого не обязаны. Далее, момент здесь такой, если он ничего не хочет только с вами, это немножко другой аспект. Если он ничего не хочет только с вами, то уже немножко другое. Если мы говорим в этом контексте, в контексте того, что он ничего не хочет только с вами. Соответственно, нужно подумать о том, что вы можете сделать для того, чтобы захотел. Для этого необходимо понять, какая модель женского поведения ему нравится, какая женщина ему нравится, какое отношение к себе ему нравится. И постараться дать ему это, если вам никакого вреда от этого нет. Вот, в этом случае, я полагаю, вы сможете его вернуть. Но это не факт, потому что, в любом случае, есть вероятность того, что вы ему стали просто не нужны. И в этом случае, что бы вы ни делали, он к вам не вернется. Поэтому, предпринимая какие-то шаги для возвращения его, я рекомендую вам все же допускать вероятность того, что вы можете его не вернуть. И вам нужно будет идти дальше без него по жизни. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok